все давай юля тогда до скорого до на связи все нормально не собирайся звонить всем доброе утро вот уже 30 декабря в общем юля едет на йогу я не еду так как нет никакой одежды у меня для йоги не особо честно говоря не очень хочу идем к машине я машину свою оставил кстати за поворотом я не оставлял ее возле юлиного дома почему потому что нельзя будут заблокируют машины представляете возле дома нельзя ставить машины если у вас нету специального диска могут заблокировать утром ночью вечером днем неважно в любое время суток есть вот это вот их двор но есть определенные места где можно как бы оставлять странно на самом деле вот я поставил свою машину прям здесь тут никто не блокирует а поддома блокируют то есть вы как будто не резидент и вас могут благородить вот июля так что делаем дальше я думаю надо переодеться немножко я думаю одежду другую обувь попроще кеды какие-нибудь да наденем кожаночку так будет прикольней предлагаю ехать центр дублина и что нибудь поделать на самом деле не знаю что делать едем позавтракаем едем погуляем еще посмотрим на субботний утренний дублин погнали ну загруженность дорог кстати по 10-бальной шкале я выдал не знаю балла 3 но 4 максимум вообще приятно ехать никакого трафика мы еще конечно самый центр не въехали но мне такое ощущение что не будет прям easy-бизи будет вполне нормально и вполне комфортно для езды и движуха сейчас посмотрим посмотрите здесь обычно уже трафик постоянчиком здесь нормально спокойно пару машин как бы вообще движемся со скоростью 6 66 километров в час по моему для города это вообще сказка короче мы остановились в самом центре возле всех достаток замечательности вообще в центре дублина город на самом деле пустой я думаю будет более загружен но может просто еще слишком рано бросили машину на парковке надо сейчас узнать как она работает потому что мы заехали никого шлагбаума ничего нету так что посмотри поскольку я не местный вообще надо зафиксировать местоположение чтобы найти эту машину то знаете город побольшой отойдешь куда-нибудь потом хрен найдешь привет сири где я нахожусь мы находимся на улице темпл бар один из старейших районов дублина на территории которого располагается множество пабов и магазинов из алкоголя в квартале постоянные проблемы с тишиной и порядком в середине века район назывался приходом святого андрея но он опустил в 14 веке и вновь начал развиваться в семнадцатом когда и получил современное название дэмпл-бар добро пожаловать в самый посещаемый туристический бар в Ирландии в котором находится одна из самых больших коллекций редких ирландских виски в 2011 году в этом баре проходил марафон по игре на гитаре и гитарист дэйв браун выиграл и поставил рекорд книги рекордов гиннеса проиграв на гитаре вживую 114 часов длилась это с 12 по 17 июня друзья сейчас чтобы поесть мы идем в самый старый паб Ирландии который был основан в 2100 по моему двадцатом году но я потом поставлю вам ссылочку на него и вы посмотрите конкретные даты идем туда кушать говорят нам очень хорошая еда думаю нам понравится и нам 10 минут 700 метров в момент на помаде сапоги старшей сестры нелегко с тобой а ты гордишься мной ты любишь своих как это чудо выглядит идем-то дойдем внутрь самый старый паб Дублина ребята идем завтракать хотя уже позавтракал джон кушать да мы открыты сюда еда напитки и будь ирландцем я уже слышу ирландскую музыку друзья какую дверь заходим музыку слышать к сожалению не сервируют только завтрак но я любезно попросил используя весь свой шарм чтобы они мне сделали сифуд чаудер и шеф согласился так что по идее они сервируют ланч только с 12 час 11 часов и они будут мне готовить его сейчас это здорово спасибо тебе шеф сейчас мы заценим ваш чаудер в самом старом баре посмотрим как это кстати примечание бар совсем не выглядит что он самый старый потому что выглядит совсем обычные видел бары постарее thanks very much ну что если честно не выглядит этот бар вообще что он самый старый абсолютно не похож потому что все довольно таки современно он выглядит как и все пабы дублина вот может вот эта комната она выглядит больше похоже на старые времена с такими табуретками вот она действительно чем-то чем-то может напоминать старый ирландский бар но то что я видел там нет поэтому если вы будете в дублине и захотите попасть в этот бар но по каким-то причинам не попадете не пожалеете поэтому даже не парьтесь уже идти в темпл бар который находится на улице темпл бар так что идем дальше смотрите на что я наткнулся по дороге церковь адама и евы давайте зайдем посмотрим даже не похоже на церковь церковь в центре города они будут обычные песен еще не написанных сколько скажи кукушка в городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой звездой солнце моё только в храме первый раз вижу очень необычно моя ладонь превратилась кулак ну вот такой вот храм адама и евы в самом центре города небольшой место где вы можете всегда уединиться в шином городе модерн модерновый ну примерно так он выглядит если вам это интересно идем дальше я не знаю как видите дублин вы каким но я его вижу мрачным городом здание посмотрите белый кирпич красный тепло-красный светло-красный все такое серое ну и плюс погода постоянно затянутое небо дожди на данный момент еще небо не сильно затянутое но чаще всего оно такое напишите в комментах как вам выглядит дублин сейчас он вообще выглядит пустой как постапокалипсис какой-то кстати смотрите вон карета отличная экскурсия но одному кататься не прикольно было бы аня или юля или вообще кто-нибудь здесь чтобы хотя вдвоем было веселее понятия не имею что это за здание но выглядит красиво привет сири мое местоположение вы сейчас здесь 81 деймс 3 дублин это друзья мэрия дублина это здание банка посмотрите здание банка круче чем мэрия выглядела театр олимпия если я не ошибаюсь мы здесь были мы здесь были на показе когда приезжал Коша Куценко с постановкой лавка ну вот сюда ходили в городе да точно здесь были самый старый театр в Дублине самый старый театр в Дублине А над городом ночь, а над ночью луна, и сегодня луна, капли крови красна, дом стоит и свет горит. Я предлагаю просто покататься по Дублину, давайте я просто включу камеру и просто поезжу, без навигации вообще, просто вперед, назад, лево, вправо, куда буду видеть, туда буду ехать. Это 100% веганский сыр, который сделан даже не из молока. Вкус сыр, да, обычный сыр, дешевый сыр. Не дешевый, а без приправ. И тут у нас что, паста, макароны, то есть перец, паста и шпината. Ну, дабы закончить это прекрасное блюдо, я закину сюда своих вещей. Сыр размешанья подрастаем. Сыр. Я мега-звезда, ой, я перебор, я перебор. Ну, это все в мусор куплю со мной, я все не съем. И теперь мое лицо, засними. Это мертвые животные у меня на тарелке. Так что сейчас... Ты не испоганил мое блюдо. Сосисочки и картошечка. Вот, была такая красота, а стала вот такая непонятная хрень. Было красиво, а сейчас стало съедобно. Фу. Чувишь разницу? Вот, надо было езжать свою картошку сосисками. Всем приятного аппетита. Ладно, сколько время? Ну, все, как раз время нам уже и выезжать почти. Так что собираемся и вываливаемся. Поехали. Утром было холоднее, правда? Утром было холоднее? Да, я думаю, сейчас плюс 10, плюс 12 по ощущениям. Нет, 10. Ну, 10 точно есть. Ну, не меньше, потому что реально... Если был бы ветер, был бы ветер, может, было бы и холодно. Ну, вот утром ветер был, вообще-то снег. Сейчас вообще ветер не четко. О, мое дерево-то любимое, оно такое веселенькое. Да, Юля, это дерево... Юля, Юля, это дерево поднимает настроение. Второй год они украшают свой огород, так? Ну, я тут только второй крестнис. Ну, да. Потому что я тут три года. Ну, этот район не сильно украшен, смотрите. Там немножко, там немножко, тут чуть-чуть. О, вот это прикольно. Сосулик. Ага. Четко. Сосулик. А мы направляемся в аэропорт. Я надеюсь, до Грасса Мэя будет вот такая вот погода, что без дождя, без заморозков по дороге. Наша малышка одиноко спит. Нет, у меня. Это, ты сказала. Это багажник? Да. Бананы, шмаданы. Вот мы находимся... Вот это вот второй терминал, новый терминал. Посмотрите, такой модерновый весь. А там первый терминал. Немножко такой заюзанный. Кстати, машину надо было оставлять на крыше, чтобы было удобнее с чемоданами через тот туннель, сразу из терминала на парковку. Экция БМК. Угенная. Я люблю БМК, ты знаешь. БМК хорошенько выглядит симпатично. А, это сдается, Эрц. Это культурный, Питер. 530-е. Че-ничео. Откуда они прилетают? Из Альцбурга, да? Дилейт до 8.15. Вечера? Да. Ты гонишь? Сейчас, ну вот еще на полчаса. На полчаса еще опоздают? Да. Поэтому все выключено. Точно оттуда? Сальцбург. Ну, один единственный, который в 9-20, в 7-20 прилетает. Попец. Короче, они задерживаются, мне как всегда везет. Теперь мы ждем кого-то. Пошли, терминал, попьем кофе, чаю. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, приземляются они через 5 минут. Взяли мы кофейку. Короче, сейчас их встретим. Отвезем Юлю домой. Ехать тут и 15-20 минут до дома. И потом нам ехать еще 2,5 часа до нашего графства. Я сегодня, кстати, много походил. У меня нормальный день. Я сегодня много походил по Дублину. Поснимал. Мне было интересно. Анька только что приземлилась. Сейчас у нас время. Время 8 часов 10 минут. У них задержка была там какая-то в Екатеринбурге, по-моему. Как они там в Екатеринбурге оказались, я не знаю. Нет, нет, нет. Она мне написала. Что она мне написала? Она мне написала. Только зашли. Была экстренная посадка в Екатеринбурге. На Челябинском кружили 2 часа. Короче, вообще она выехала, я говорю, вчера. Раз, два, три, 20. Короче, 28 часов, 29 часов у нее был перелет. Они в Англии там запарились конкретно, ее не пропускали, потому что билеты были плохо распечатаны. Не было имен двух детей. То есть в Дублине пропустили, а в Англии начали мозги парить. Ей пришлось там по кругу идти, какому-то там все впритык. Заново ей пришлось просто эти регистрации проходить. Да, да, да. То есть выходить из зоны и идти по новой. Ну, вообще, бредная такая. Потом вот в Екатеринбурге экстренная посадка. Только зашла домой в Челябинске, короче, жесть. Ну, все нормально. Надеюсь, она хорошо отдохнет. Анька, отдыхай, не скучай. Мы здесь будем в порядке. Ты тоже там береги себя. Увидимся через две недели. А сейчас ждем, ждем наших. Алло. Семь пятьдесят обошлось нам, держи. Только не потеряй. Ну, вот и все. Заканчиваются дублинские путешествия. Всем огромное спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся. А мы едем в Графство Мое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok